МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте! Мы ведем нашу программу из концертно-спортивного комплекса. Сегодня весь коллектив Новорайской обещательной компании работает в ГСК. Повод особенный. 14 сентября здесь открывается 18-я выставка достижений предпринимательства и на Новоуральск. Уже четвертый год в городе проводят инвестиционный форум. В этом году мероприятия деловой программы посвящены социальному предпринимательству. Новоуральск принимает участников первого областного слета, который называется «Земля социального бизнеса». Сегодня вся спортивная площадка концертно-спортивного комплекса превратилась в инвестиционную на ледовую арене КСК. Размещены предприятия Новоуральского городского округа и не только. Всего здесь около 60 стендов. Это и флагманы промышленного производства, и предприятия среднего и малого бизнеса. Сегодня в Новоуральск прибыли главы многих городов Свердловской области, а также представители законодательного собрания, Министерства инвестиций и развития, а также промышленности и науки, торгово-промышленной палаты, госкорпорации «Росатом» и другие высокопоставленные гости. Оставайтесь с нами и узнайте обо всем подробнее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Инна Новоуральск 2018». Когда-то давно все начиналось с небольшой выставки достижений предпринимателей нашего города под брендом предпринимателей городу, город предпринимателям. А сегодня это масштабное мероприятие, большой инвестиционный форум, в рамках которого пройдет очень большое количество мероприятий и выставка, и круглые столы, и бизнес тренинги, и много-много всего интересного. Я уверен, что каждый из вас найдет что-то новое, что-то интересное и воплотит это в своей деятельности, в своей работе на благо нашего городного города и на благо нашей великой России. Еще раз поздравляю всех с открытием инвестиционного форума, удачи и успешной работы. Спасибо. На сцену приглашается заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Александрович Капелян. Добрый день, дорогие друзья. Вы слышали, что в рамках уже традиционной 18-й выставки «Инна Новоуральск» будет проходить слет социальных предпринимателей. Почему такая тема и почему «Инна Новоуральск»? Я думаю, как минимум три причины. Во-первых, потому что город Новоуральск первым из муниципальных образований откликнулся на инициативу по развитию социального предпринимательства. И мы очень благодарны со своей стороны. Во-вторых, потому что на эту инициативу откликнулось и градообразующее предприятие и корпорация «Росатом». И это тоже немаловажно. И в-третьих, казалось бы, социальный бизнес, социальные проекты и инновации, может быть, понятия разные. На самом деле нет. Только инновации дадут толчок к развитию социального предпринимательства. Именно поэтому все это проходит здесь, в Новоуральске. Я вас поздравляю с открытием этой выставки. Всем гостям и участникам желаю успехов, новых контактов, новых идей, ну и развития. Спасибо. На сцену приглашается заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Федорович Зеленкин. Уважаемые предприниматели, новоуральцы и гости, от имени Министерства промышленности искренне поздравляю вас с этим замечательным праздником, с восьмой выставкой достижений предпринимательства. Сегодня мы с вами понимаем, что предпринимательство у нас уже пришло даже в такие традиционные для экономики Свердловской области направления, как металлургия и машиностроение. И Новоуральск здесь, к счастью, не исключение. Желаю вам сегодня и завтра хорошо потрудиться, но в вашей работе повседневной хотелось бы пожелать вам хороших клиентов, побольше заказов, наверное, поменьше конкуренции и проверок. Успехов вам, вы наше будущее, вы наше все. Еще раз вас с открытием. На сцену приглашается управляющий администрации Горнозаводского управленческого округа Евгений Тиморгалевич Каюмов. Добрый день, уважаемые друзья. Позвольте мне от имени губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куевышева поприветствовать вас на столь высоком мероприятии. Потому что, видимо, не случайно данное мероприятие было создано на рубеже веков в 2000 году. Это была смена общественно-экономических формаций, новые подходы к бизнесу, новые подходы к предпринимательству. И поэтому не случайно, видимо, в Новоуральске, городе современнейших технологий, городе, где инновации применяются во всех областях, и в культуре, и в спорте, и в образовании, и в производстве, и в строительстве, и в пищевой промышленности, и в медицинской, можно перечислять тысячи направлений, где Новоуральск в определенной степени является одним из лидеров. Мне бы хотелось пожелать вам творчества на этой выставке. Да, у Новоуральска можно многому научиться, но приехали многие города, выставка уже стала не новоуральской, не областной, а даже межрегиональной. Поэтому задавайте побольше вопросов, ходите по выставке, вникайте. И самое главное, что выставка идет под эгидой социального бизнеса. А вся пятилетка развития Свердловской области под эгидой губернатора – это улучшение жизни наших граждан, это улучшение бизнеса, и это улучшение в целом нашей жизни. С праздником, дорогие друзья! На сцену приглашается вице-президент топливной компании ТВЭЛ по региональной работе и социальным программам Геннадий Николаевич Лисавкин. Добрый день! Самые добрые слова приветствия участникам форума, жителям Новоуральска и гостям этого прекрасного города. Форум, который стал уже традиционным, имеет своих постоянных участников. 18 лет, ну, это уже не шутка. Почему? Потому что интересы бизнес-сообщества городского, они совпадают с интересами местной власти. Интересы по созданию в городе бизнес-среды, которая могла бы генерировать новые рабочие места, новые производства. Для того, чтобы росла налогооблагаемая база и были деньги в бюджете для поддержки и ветеранов, и детей, и образования, и спорта, чтобы город развивался гармонично. Хочу пожелать успеха участникам форума, как в этом форуме, так и в бизнесе. Всего доброго! На сцену приглашается член Общественного совета Госкорпорации «Росатом», председатель Фонда социально-экономического развития «Атомградов» Юрий Борисович Тебин. Добрый день, друзья! Знаете, на последнем питерском экономическом форуме Тинькова спросили, что бы он хотел, чтобы было написано на его могиле. Он ответил, я хочу, чтобы было написано одно слово – предприниматель. Это очень значимо, потому что предприниматель – это человек, который ведет свои дела априори ответственно. Он отвечает своим. А это очень много значит. Не на каждом рабочем месте человек отвечает всем, что у него есть. Предприниматель такой. Значение предпринимательства сегодня трудно переоценить в вопросах обеспечения товарами, услугами, в вопросах занятости. То, что бизнес стал проникать буквально во все сферы, говорит, посвященный сегодня предпринимательству в социальной сфере вопросы. В общем, я хочу пожелать всем успехов, ну и с совершеннолетием. Теперь вам можно то, чего вчера было нельзя. Поздравляю. На сцену приглашается руководитель представительства агентства стратегических инициатив в Уральском федеральном округе Даниил Владимирович Мазуровский. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать всех участников выставки и форума Инна Новоуральс 2018. Вы знаете, вот, наверное, знаково, да, что вроде бы как выставка достижений предпринимательства, а посвящена социальной теме. Мы все больше и больше с вами осознаем важность этой темы и начинаем как-то реализоваться в ней, потому что у нас, иначе бы у нас не входили в обиход, в принципе, такие слова, да, социальное предпринимательство, социальный бизнес, инновации в социальной сфере. Агентство стратегических инициатив, которое я представляю, естественно, уделяет самое большое пристальное внимание данному направлению. Есть прямо отдельное направление деятельности агентства социального и, соответственно, ряд инициатив и проектов в данной сфере. И вот я пользуюсь случаем, спасибо организаторам, хочу кого-то информировать, а кому-то напомнить, что год назад агентством учрежден фонд, федеральный фонд поддержки социальных проектов, который проводит акселерационные программы для социальных предпринимателей и осуществляет их поддержку. Так вот, две программы уже прошло, и сейчас идет набор на третью. Я очень призываю социальных предпринимателей, Урала всего, Свердловской области и, в частности, города Новоуральска. Коллеги, успевайте, чтобы вероятность реализации ваших социальных проектов кратно увеличилась. До 23 сентября прям идет прием заявок. Еще раз успевайте, а я еще раз приветствую всех участников выставки и форума и желаю нам всем плодотворной работы. Спасибо. На сцену приглашается вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Викторович Макаров. Дорогие новоуральцы, каждый раз, приезжая к вам, понимаешь, что открываешь что-то новое. Вы обладаете удивительным свойством, такими качествами, которые притягивают к себе, смотрите, сегодня всю область, я думаю, что практически всю страну. Вы постоянно демонстрируете что-то новое. То, что сегодня форум посвящен теме социальных проектов, это не случайно. Это говорит о том, как правильно руководство комбината, руководство города чувствует потребности своих граждан и чувствует, куда нужно направить бизнес. Вот правительство области только что выдвинуло пять лучших социальных практик Новоуральска на такой показатель, как лучшие региональные практики Российской Федерации. Мы в Уральской торгово-промышленной палате давали репутационные отзывы на эти социальные проекты. И проникаешься гордостью за ваше очень тонкое понимание существа, вот тех начинаний, за которые вы беретесь. Я желаю вам, дорогие предприниматели, всегда правильно оценивать ситуацию. Я желаю вам огромного терпения и, конечно же, удачи. И вот у нас за спиной герст Свердловской области. Обратите внимание, что является символом, лозунгом опорный край державы. В области много городов, но я думаю, что Новоуральск заслуживает такого звания, как лидер инновационного бизнеса Урала. С праздником вас! На сцену приглашается председатель Думы Новоуральского городского округа Михаил Александрович Денисов. Добрый день! Ну, титулованные руководители сказали приветственные слова, поздравили всех с праздником. А я от жителей скажу. Ну, кто о чем, а депутаты о наказах. Так вот, от имени депутатского корпуса, от жителей города даю наказ всем организаторам и участникам выставки. Мы не зря в 18-й раз финансируем данное мероприятие, потому что ждем от него традиционного эффекта. Увеличение количества предпринимателей в городе, увеличение количества рабочих мест у предпринимателей, увеличение заработной платы и увеличение доходов от предпринимательской деятельности. Мы за этим очень внимательно смотрим и желаем всем, чтобы этот положительный тренд сохранялся с праздником и всем успешной работы на этой выставке. Спасибо! Мы предлагаем вам под наши бурные аплодисменты разрезать красную ленту и все вместе дружными аплодисментами объявим, что инвестиционный форум и выставка достижений предпринимательства Инна Новоуральс 2018 объявляется открытой! Желаем всем успехов, благотворной работы в дни проведения выставки, найти новых друзей, партнеров, коллег. Удачи! Удачи! Выставка начинает свою работу! Как мы уже отметили ранее, наша выставка сегодня открыла свои двери уже в 18-й раз. А это уже и традиция, и история нашего города. Пользуясь случаем, мы хотим отметить предприятие, которому на днях исполнилось 25 лет. Мы говорим про общество с ограниченной ответственностью Дедогор. 25 лет назад совместным решением городской администрации и руководства Уральско-электрохимического комбината было учреждено предприятие для внедрения инновационных технологий в строительной индустрии. Все эти годы Дедогор производит бетонные изделия, которые используются для ремонта дорог и благоустройства территорий таких городов, как Новоуральск, Екатеринбург, Пермь, Курган, Ижевск и Тюмень. И для вручения благодарственного письма на сцену приглашается глава Новоуральского городского округа Александр Борисович Баранов. Благодарственным письмом главы Новоуральского городского округа за многолетний добросовестный труд, высокое качество производимой продукции награждается генеральный директор компании Дедогор Александр Евгеньевич Голдобин. Аплодисменты, друзья! Для вручения почетной грамоты на сцену приглашается член Президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Анатольевич Кнутарев. Почетной грамотой Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей за добросовестный труд награждается начальник цеха компании Дедогор Владимир Валерьевич Новиков. Почетной грамотой Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей за добросовестный многолетний труд награждается общество с ограниченной ответственностью Дедогор и его генеральный директор Голдобин Александр Евгеньевич. Я как член Президиума областного союза Свердловского области промышленников и предпринимателей хотел бы отметить, что компания Дедогор сегодня не просто отмечает свое 25-летие. Она прошла все эпохи, она прошла все этапы. Сформировалась она как предприятие с госучастием, потом перешла в муниципальную собственность. Дальше она была реформирована и стала частной компанией. И это вот яркий пример, как предприятие, находясь в частных руках, сильного предпринимателя может не просто 25 лет работать, а успешно развиваться, выйти за рамки рынка города Новоуральска и даже Свердловской области. Я хочу пожелать от союза промышленников и предпринимателей вам успешного развития, отметить 50 лет и дальше идти с такими же темпами. Спасибо. Мы находимся у стенда предприятия Дедогора. Оно отметило в этом году четверть вековой юбилей. И рядом с нами генеральный директор Александр Евгеньевич Голдун. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Поздравляем вас с вручением наград. Только что прошло награждение. Какие у вас чувства и эмоции? Конечно, нам радостно, что нас отметили на уровне города. То есть за 25 лет мы добились успехов. Вышли на рынки не только города, но и по всей области, по всему большому Уралу продаем успешно свою продукцию. Александр Евгеньевич, если вдруг кто-то из наших телезрителей не знает, на чем специализируется предприятие Дедогор, расскажите. Предприятие Дедогор специализируется на производстве бетонных изделий для ремонта и благоустройства территорий, дороги, городов, поселков и частных владений. Это тротуарная плитка, бордюры, ну и стеновые блоки и другие элементы благоустройства. То есть на самом деле ассортимент более 20 номинований. Также широкая цветовая гамма на наши изделия. Какие объекты украшены вашими изделиями? Ну у нас мы подготовили специально здесь вот баннер. Объекты в Пермском крае. Это вот Екатеринбург киноконцертный театр «Космос». Также мы поставляли на множество спортивных объектов области. Ну например, бескультурно-оздоровительный комплекс президентский в Нижнем Тагиле, который открывал личный президент. НТМК «Евраз». Площадь благоустройства мы поставляли на благоустройство материалы. Ну и в нашем городе. Это памятник жертвам. Это на улице Мичурина объекты. Ну и по городу много нашей плитки представлено. Александр Евгеньевич, мы поздравляем с 25-летием вашего предприятия. Спасибо вам большое за беседу и желаем вам дальнейших успехов. До свидания. Спасибо. До свидания. Церемония открытия выставки подошла к концу. И буквально через несколько минут начнется традиционный обход по стендам выставки, в котором примет участие глава Новорайского городского округа Александр Баранов и приехавшие в Новорайск сегодня гости. За 10 тысяч в месяц вы работаете? 10-15. Развиваемся. Перспективы есть. Интернет задействован. То есть сферы много задействованы. Поэтому думаем и коллектив увеличивать, зарплаты поднимать. Зарплаты не надо поднимать? Надо, конечно. Вы молодые, вам надо семьи создавать и детей поднимать. Безусловно. В прошлом году был юбилей центрифуги. Да. Мы сделали вот такую центрифугу. А кто вам дал чуть-чужи? Интернет. А? Интернет. Интернет? Да. Смотрите. Надо удержаться. За этот год у нас 4 единицы нового оборудования, но это в цифре как бы относительно немного, но оборудование у нас дорогое, поэтому практически мы всю прибыль, которая у нас получается, мы стараемся вкладывать в оборудование. В оборудование. Ну и вот это что за оборудование, скажи? Это виброплатформа. Методика, по которой работает виброплатформа, была задумана для реабилитации космонавтов, которые возвращаются с орбиты, для того, чтобы их мышцы, которые были в невесомости, просто встали. Встаем на виброплатформу. Есть разные вибрации. Самое главное. Евгений Тибергалич, ну, как всегда, традиционно встречаемся на выставке и на Новоуральск, и сейчас это форум, то есть обсуждаем и проблемы, которые сегодня существуют как в предпринимательском сообществе, так и в регионе в целом. Мы с вами, это горнозаводской округ, такая единая территория, и проблемы, соответственно, наверное, понятны и близки каждому человеку, который на ней живет. Вот если сегодня говорить об инфраструктурных каких-то вещах, о развитии предпринимательства, которому, в сущности, посвящена выставка, какие тенденции вы видите? Потому что вот по ощущениям предпринимателей работать стало труднее. Ну, наверное, да, потому что труднее. Почему стало работать? Во-первых, стали более активно работать и налоговые органы, но они выполняют те функции, которые на них возложены. И, значит, правоохранительная деятельность, она тоже на сегодняшний день, так сказать, в таком серьезном ключе бьет в рамках каких-то административных правонарушений. Законодательство о комфортном проживании в рамках Роспотребнадзора, да, тоже очень много вопросов, связанных и с социальной сферой. Это и детские, и дошкольные, и школы. Потому что те вспышки, которые возникают зачастую, они говорят о том, что, ну, не достигли мы еще того уровня, когда строго отслеживаем требования, там, в рамках Роспотребнадзора, да. Ну и в рамках предпринимательства, если уж вопрос, вы, как вы сказали, труднее стало жить. Ведь на сегодняшний день еще и много созданных структур, которые поддерживают предпринимательство, да. То есть балансы, так как вы сказали. Да, определенный баланс. То есть ограничениями и возможностями. Да, и в рамках возможностей ведь созданы и бизнес-инкубаторы, и грантов очень много на поддержку предпринимательства. И создаются особые экономические зоны. Это тоже благо для предпринимательства. Ну, зачастую, правда, территориально бывает, что это зона не там, где проживает предприниматель. Но, тем не менее, вот, примеры Титановая долина, да. Вот, смотрите, на старте было тоже много сомнений. Вот, 19 сентября уже открывается такое огромное действие в рамках Титановой долины. Это Boeing Manufacturing. Это большой цех по механической обработке изделий из титана. И идет, движется. Там есть предприятие медицинской направленности, уже цеха целые стоят, и подразделения там расквартированы. Есть, значит, лесная, деревообрабатывающая, вернее, промышленность. Ну, и в рамках предпринимательства вот сейчас инициировано, уже целый ряд документов есть. Это особая экономическая зона, это гора Белая. Потому что гора Белая – это тоже одна из таких изюминок горнолыжного комплекса Свердловской области. Опять же, губернатором, Евгением Владимировичем Куевшем, было инициировано. На первом собрании, которое проходило в прошлом году, и Эдуард Эдгардыч Росель, который вложил свою душу, сердце. И идеи витают. Где-то недели полторы назад я был на очередном совещании по развитию горы Белой, и парка реки Чусовая, они тоже входят в эту особую экономическую зону. Целый ряд населенных пунктов, которые вдали от Нижнего Тагила находятся, и развитие туристической инфраструктуры, экологической, в том числе, инфраструктуры направленности. Значит, уже рассматривается вопрос, который витает уже, наверное, не один десяток лет. Это о создании трех горья. Это гора Белая, гора Ежовая и гора Долгая. Ну, Белая, да, Белая и Ежовая, да. Белая и Ежовая – это горнолыжная, гора Долгая – это там комплекс плоскостных спортивных сооружений и трамплины наши знаменитые, которые... А это поможет и развивать малый и средний бизнес на территориях, в том числе в населенных пунктах, которые рядом. Вот про инфраструктурные тогда проекты. Один из проектов, который обсуждался, это создание объездной дороги вокруг Новорольского городского округа, которая бы связала Серовский тракт и Московский тракт без заезда в Екатеринбург, и сократила бы такое предпринимательское плечо для перевозчиков. И в том числе могло бы стать основой для поддержания вот этих деревень, малых населенных пунктов, которые вокруг города расположены. Вот на какой-то все стадии есть ли какая-то конкретика в этом проекте? Ну, вот смотрите, я когда был главой Невьянского городского округа, и практически все формирование градостроительной документации Невьянского городского округа, как и Новоуральского, и всех округов Свердловской области, оно вот формировалось уже в наши годы. Это где-то, значит, конец двухтысячных, начало вот... Но про дорогу-то 3-4 года назад на это заговорили. И вот эта дорога, она уже заложена в градостроительную документацию, но это она пока как идея, потому что градостроительная документация готовилась на 35 лет, и если инвестиции в области найдет, то, я думаю, потихоньку эту дорогу будут строить. Потому что на сегодняшний день, вот, даже взять южный объезд вокруг озера Таватуй, у нас же еще есть одна проблема. Вот те населенные пункты, это Тараски, Пальники, там, Починки, Илани, они зачастую все должны иметь пропуска, чтобы попасть на Серовский тракт. Да. Раньше. Совершенно верно. Должно было быть. И в 2009 году, когда я избирался, одна девушка со станции Таватуй попросила, говорит, Евгений Тимуревич, вы нам сделайте выход на Серовский тракт. Через Калиново. И вот вчера, да. Шаманико. Вчера было очередное совещание, я присутствовал на этой дороге, выезжал министр строительства, Василий Владимирович Старков, подрядная организация. Та дорога, она уже отсыпана, она уже сформирована, и на сегодняшний день компания, которая выиграла аукцион, формирует полотно дороги. То есть, оканавливание делают, отсыпают щебнем, ну и как варианты, Василий Владимирович Старков и представители Автодора общались, что надо делать проект и в 2019-2020 году приступить к ее асфальтированию. То есть, выход 20-го микрорайона Южного Новоуральска на Серовский тракт уже прогнозируется, года через два, возможно, если все срастется, там будет тоже выезд в асфальте. Калиновцы экономят где-то около 50 километров, чтобы выехать на Серовский тракт, вот и по... Петля, которая, да, сейчас идет через город. По той территории. Правда, она и хозспособом строилась, и чего там только не было, но на сегодняшний день она стоит уже на балансе Автодора, и на нее можно отпускать бюджетные деньги Свердловской области. То есть это уже такой реальный проект вполне, да? Да, и этот проект реализуется в рамках туристической направленности, потому что у нас Калинова, потом, значит, попадание на туристические маршруты вокруг озера Таватуй, Дом отдыха, Зеленый мыс, часть туристических проектов уже готовят, реализуют. Поэтому, ну, я думаю, да. Такой единый комплекс. Я думаю, та дорога... Очень интересная информация. Та дорога, она, в общем-то, в рамках развития Невьянского и Новоуральского городских округов, ну, сделает большой рывок. Спасибо, Евгений Тебраголич. В заключении, буквально в двух словах, пожелания предпринимателям, тем, кто стойко держит свое знамя. Ну, пожелания предпринимателям, надо, во-первых, и побольше между собой общаться, потому что практика, она работанная каждым предпринимателем, она уникальна. И вот как вы говорите, что, значит, контролирующие органы и так далее, ну, надо все равно выстраивать диалог между контролем и производством. И когда вот этот диалог на весах будет максимально выровнен, потому что мы не можем бесконечно где-то, ну, не бесконечно, и нарушать законы и все прочее. Есть главенство федеральных законов, законов субъектов федерации. И если эти законы направлены на поддержание должного, так сказать, баланса в обществе, ну, надо, наверное, все это исполнять. Спасибо. Ну, мы представляем образцы продукции Нуральской промышленной площадки, точнее, НПО «Центротех», который находится на территории кабинета, как вы знаете. На самом деле была проделана очень большая работа по конструированию, по адаптации и выходу на рынок с новыми видами продукции, которые мы, конечно, традиционно будем сегодня представлять на Нуральске 2018. Наверное, что можно отметить? Большая работа сделана по новым материалам, это полимерный комбинационный материал, и сегодня мы будем в рамках круглого стола эту тему обсуждать. Она достаточно новая, то есть это новые виды материалов с хорошей такой перспективой, на мой взгляд. И это одно из таких брендов сегодняшнего производства на Нуральской промышленной площадке. Традиционно, конечно же, это накопители источников электроэнергии, вот, и другие виды продукции, которые мы сегодня можем представить на суд нашего зрителя, наших участников выставки. Буквально несколько месяцев прошло времени от выставки Иннопром, где также были представлены литий-ионные накопители, говорили о том, что достигнуты определенные соглашения с заводом имени Калинина. Что дальше? Значит, смотрите, у нас еще один есть как бы коллега, или не коллега, а точнее партнер, партнер, да, партнер по литий-ионной тематике, это компания Троллза, они позиционируют себя по выпуску троллейбусов для общественного транспорта. Вообще называется электробус. Вот такая есть тема. Современная, экологичная? Это взамен, да, взамен, во-первых, двигатели внутреннего сгорания, но и даже тема не в этом. Даже существующие троллейбусы, которые перевозят пассажиров по городам, они привязаны, как известно, к контактной сети. И они ограничены своим движением именно вот этой контактной сетью. И это дорогое удовольствие, чтобы ее там протянуть, там строить и так далее. Электробус предполагает, что он, конечно же, может идти как по контактной сети, так и вне контактной сети, захватывая новые маршруты в городах. И это его как бы, ну, вот новое ноу-хау, так будем говорить. Центротех в рамках вот этого партнерства, делового партнерства, они изготовили и поставили для Троузы накопитель. И вот уже первый экземпляр образцит просторы Нижнего Новгорода. Я предприниматель из города Новоуральска, и я хочу сказать, что присутствие госкорпорации «Росатом» в нашем городе и лично для меня, ну, значительно и ощутимо. В частности, то, что у меня сын школьник, он выпускник, и вот эти массовые мероприятия общегородского, первого сентября, празднуем выпускной, это очень волнительные моменты, и благодаря госкорпорации «Росатом» это так скрашивает наш праздник, и мы действительно очень рады, нам это нравится. Прямо все благодарны, школьники счастливы, родители волнуются, спасибо большое. Мы находимся на площадке, где через несколько минут начнется образовательный квест «Призма». Его ведет пять лет возглавлявшая фонд «Шипулина» Виктория Щелкова. Виктория, здравствуйте, спасибо, что к нам приехали. У вас большой опыт в продвижении именно социальных проектов, как руководитель фонда «Шипулина». Скажите, в чем суть вот этого вашего квеста? Добрый день, приветствую всех участников мероприятия именно сегодня. И суть этого квеста заключается в том, что продвижение проектов любых социальных, оно не привязано к некоммерческой сфере. Его можно использовать также и в сфере социального предпринимательства. И сегодня мы ждем большое количество участников, которые уже являются социальными предпринимателями, либо собираются стать социальными предпринимателями. И наша задача сегодня донести им все тонкости, которые мы наработали за 12 лет, для того, чтобы они выстрелили максимально быстро. Поскольку я понимаю, это интерактивное у вас взаимодействие. Вот пару секретов скажите. Какие вы будете давать им знания? Сегодня, во-первых, действительно будет образовательный квест. Он состоит из семи блоков. Эти блоки абсолютно разные. Но самое главное, что, самый главный секрет, что в течение всего дня участники будут собирать целую карту, благодаря которой они смогут продвинуть совершенно любой социальный проект. И не только социальный, любой проект в бизнесе. Блоки состоят из темы продвижения, из бюджетных способов продвижения, из небюджетных способов продвижения. Мы сегодня поговорим про брендинг, мы сегодня проговорим про то, как отстраиваться от конкурентов. И еще много всего интересного нас ждет в течение ближайших пяти часов. Мы сейчас находимся у интернет-провайдера. Будем общаться с Андреем Кузнецовым, который является техническим директором интернет-провайдера «Конвекс». Андрей, что представляете, что нового у вас? У нас появилась новая услуга «Безопасный двор». Мы бесплатно ставим на здании многоквартирном камеры видеонаблюдения. Для абонентов «Конвекс» даем бесплатный онлайн-просмотр с любой точки мира, с любых устройств, подключенных к интернету. Условия какие? Прийти к нам в офис, написать заявление, чтобы все собственники жилья подписались под этим. Ну, за, против. Мы считаем и устанавливаем камеры. Вот сейчас вот в Новоуральске в каких дворах уже установлены камеры, какое их количество и вообще что это дает? Может быть, преступность снизилась? Ну, сейчас установлено на Ленина 109. Уже были обращения, что кому-то поцарапали машину. То есть и виновников находят. Как активно новоуральцы подключаются к этой услуге? Обращений достаточно много. Единственное, что не у всех получается собрать. И самое сложное, не все люди верят, что это действительно бесплатно. Но, тем не менее, это действительно бесплатно. Андрей, спасибо большое. «Мир чистоты». Вот такой стенд с таким интересным названием есть сегодня на выставке Инна Новоуральск. И рядом с нами директор предприятия Сергей Алексеевич Шугаев. Сергей Алексеевич, расскажите, чем занимается ваша компания? Хотя название говорит само за себя, но тем не менее. Здравствуйте. Наша компания занимается продажей химических средств, инвентаря, все, что связано для уборки. Помимо того, мы эти работы сами выполняем. Предприятию 18 лет. На рынке мы давно. По городу, по области. По любым вопросам связанным с уборкой, можете приходить обращаться, проконсультируем, подберем какой-то материал, скомплектуем для объектов необходимый инвентарь какой-то. У нас все это есть. Мы можем, так сказать, в этом смысле оказать услуги. Предлагаем к нам обращаться по каким-то вопросам. Сергей Алексеевич, а Вы специализируетесь, грубо говоря, на приборке дома, в офисах? Каков масштаб? У нас, начиная от офиса, заканчиваем предприятие. Мы все делаем. То есть разовые работы, на предприятиях делаем ежедневную уборку и просто продаем материал, то есть людям, клиентам нашей компании. Ну, к примеру, пришли на предприятие, заказали Вам услугу, сколько она займет? Это день, час? Это все зависит от клиента, какую задачу поставить. Если, допустим, клиент скажет, что мне нужно одно помещение убрать за час, мы это делаем, либо говорит, что мы заключаем долгосрочный договор, там, на год, на два, то есть мы делаем ежедневную уборку помещения. Такие предприятия у нас есть, клиентов у нас много. 18 лет – это достаточно большой период, да, находиться на рынке предпринимательства. Скажите, за счет чего удается вот так не то, что существовать, а развиваться? Ну, мы были одни из первых просто в этом городе, то есть базу набирали потихонечку, были одни, вторые объекты, но держались. Было тяжело, потому что клиентов было поначалу не очень много, то есть одного, два держали, где-то другими какими-то делами занимались, но вот сейчас уже как бы освоились, стали плотно на ноги, и поэтому можем себе позволить развиваться дальше. Вы в который раз участвуете на выставке на Новорайске? Участвуем первый раз. Много раз смотрели, конечно, но много работы было, не находили времени, то есть, поэтому сейчас немножко ситуация улучшилась, время больше есть, развиваемся, так сказать, перепоручаем, поэтому решили поучаствовать. На Новорайске представлено много различных городских предприятий, а чем занимается фирма «Бастион» мы сейчас узнаем у Арины Шмаковой. Здравствуйте, Арина. Здравствуйте, наша компания «Бастион» образовалась недавно, в 2017 году. Мы занимаемся пропиткой огневой биозащиты древесины, также мы устанавливаем теплицы, скамейки, беседки с элементами холодной ковки. Также мы занимаемся изготовлением товара из дерева, все ручной работы. Вот большое количество людей занято в этом производстве? Ну, у нас работает 5 человек. А есть ли спрос вот на все эти изделия? Спрос есть, и на пропитку есть большой спрос, и на товары ручной работы тоже есть большой спрос. А вот в основном продаете в Новоуральске или есть еще какие-то другие? Работаем по всей России, с Екатеринбурга есть много заказов, и вообще по России, и в городе у нас тоже есть спрос на товары. Здорово. А вот можете поподробнее рассказать, вот допустим, по стенду, если посмотреть, вот что это за интересные изделия с картинками? Это у нас представлены подставки под горячее, все тоже выполнено нами, ручной работой. Доски у нас из лиственницы, пропитаны льняным маслом, пчелиным воском, все ручной работы. Стенд, у которого мы сейчас находимся, удивляет. Кирилл Александрович, откуда приехали, что представляете, о чем остановимся и поговорим конкретно? Здрасте. Я приехал из Каменского-Уральского, ну, это уже, я думаю, ясно. И вы знаете, я хочу пригласить славных жителей города Новоуральска, которые славятся своими трудовыми подвигами и умениями. Ну, знаете, нужно не только работать, нужно и отдыхать. А отдыхать нужно качественно и интересно. Где? А вот отдыхать-то я вас и хочу пригласить к нам в гости. Я хочу вас пригласить в гости в Угорское поселье. В этом месте мы собрали старинные уральские легенды, притчи. Там театр теней у нас, стрельбище, ремесленные мастерские, причем это сделано в очень интересном таком формате. Это землянки, это какие-то, допустим, театр теней у нас в юрте, и шаман рассказывает именно старинную легенду, притчу, производя действия, то есть интересно вовлекая людей. Не так много у нас выходных дней, их нужно проводить качественно, и чтобы остался вот это впечатление, потому что я уверен, посетив одну программу в нашем замечательном городе, вы обязательно приедете к нам снова. Программа на сколько рассчитана? Это один день или это все-таки несколько дней, и это, я так понимаю, что-то вроде экотуризма? Это не экотуризм, это развлекание, то есть это реконструкция древнего поселения в виде современного комплекса развлечений. Вот, и набор развлечений тоже, конечно же, современный. В современное время очень много внимания, люди уделяют здоровому образу жизни, и неудивительно, что стенд на Иннонавуральске, где представлено спортивное питание и одежда, пользуется популярностью. Рядом со мной Наталья Воронецкая, руководитель магазина «Фитнес Стайл». Наталья, рассказывайте, в чем уникальность вашего магазина. Добрый день. Ну, наша уникальность, конечно, в том, что у нас вы найдете только здоровое питание для своего организма. Мы представляем большой выбор витаминов, витамины все натуральные, без химических добавок, то есть, биологические добавки из выжимки растений и очень высокую концентрацию. А что можно сказать об одежде? Чем она отличается от других магазинов? В чем специфика? Ну, специфика спортивной одежды в том, что это уникальность тканей. Мы привыкли где-то взять подешевле, покрасивее, но мы не думаем о том, что когда мы занимаемся физическими нагрузками, мы потеем, и не всякая, скажем так, ткань дает правильный эффект. Из-за чего у вас может появиться аллергия, ну, какие-то раздражения. Да, 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 раздражения. Поэтому это очень важный момент, при выборе одежды во время спорта. У вас здесь есть кое-что, что люди могут попробовать. Что это? О, это такая вкусняшка. Это бомбар, фирма российская, протеиновые батончики. То есть, они содержат минимум углеводов, высокое содержание белков, вы наедаетесь ими намного быстрее, чем, допустим, обычно шоколад и углеводы. В общем, это все то, что не повредит вашей фигуре и сделает вас сытыми и счастливыми. Мы сейчас находимся у стенда «Мастерская народных промыслов. Золотые традиции» и общаемся с исполнительным директором этого предприятия Еленой Сергеевной Иванькович. Елена Сергеевна, вот расскажите о своем предприятии. Не первый год уже принимаете участие, а что выставляете? Второй год на самом деле мы принимаем участие в выставке и на Новоуральск. Ровно год назад мы выиграли грант Фонда поддержки предпринимательства Новоуральска на развитие Мастерской народных художественных промыслов «Золотые традиции». Основная наша деятельность это производство сувенирной продукции из латуни, серебра, бронзы, золота с использованием драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. На самом деле мы не стоим на месте, мы предлагаем различные виды сувенирной продукции как для коллекционеров, так и для предприятий, которые заботятся о развитии своего бренда. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы быть полезными 65-летию города и 70-летию комбината. Для этого вы сделали? Для этого мы сделали вот такой сувенир, который называется «Ведро урана». У нас есть еще сувенир в нашем ассортименте. Это газовая центрифуга, 65 лет, которое было, отмечали в прошлом году. Генеральному директору комбината подарили уже, да, экземпляр? Ну да, мы ему предложили, но этот экземпляр передали в музей комбината. Нам это очень приятно, конечно. Вот, а сейчас у нас же есть победитель логотипа 65 лет городу и 70 лет комбинату. И мы обязательно этот логотип будем использовать в производстве нашей сувенирной продукции. И будем очень рады, если наши продукции заинтересуются и будут нашу продукцию дарить гостям нашего города. Татьяна, выиграли зонтик от Росатома, хэшцег Росатом вместе. Что для этого нужно было сделать? Просто пройти анкету и вам выдают номерок. И, в принципе, тут дальше идет не только случай. А вообще везучий человек? Как считаешь? Ну, когда как. Я стараюсь каждый год посещать данное мероприятие, потому что это интересно. То есть можно посмотреть, что у нас есть нового в городе, что могут нам предложить как потребителям, какие услуги, куда можно обратиться. Очень интересно, что все доступно объясняют, показывают наглядно. Не знаю, подойти пощупать, это всегда приятно. Выставка каждый год проходит и всегда вот с каждым годом все интереснее. Очень много, конечно, и не только наш Новоуральск, сейчас приезжих гостей много. И очень интересно, конечно, и вот после выставки действительно, что-то закажешь, что-то купишь, всегда интересует. И мы сегодня немножко сами были волонтерами на этой выставке, участвовали тоже. Так что все очень хорошо, прекрасно проходит. Отличное впечатление. Попробовал меда, очень-очень много меда. Там попробовал, омолодился, сразу сердце и лучше стало работать. Помогло. Здесь еще мед попробовал, сейчас заказали жареное мороженое. Попробовать можно все. Все, там шампуни есть, там есть вода. Есть все одним словом. Изменилась ли выставка по отношению к прошлому году? Выставка изменилась очень сильно разительно. Дело в том, что обычно представлен промышленный кластер, а в этот раз представлен именно кластер социальной направленности. То есть он приближен к людям, к населению, к благоустройству нашего города. То есть я вижу, что предприниматели начали заниматься не только производством, но и услугами для населения. Наша программа подходит к концу. Завтра в концертно-спортивном комплексе в рамках ИНО «Новоуральск-2018» пройдет традиционный детский день. Все желающие смогут посетить более 20 мастер-классов, подготовленные учреждениями культуры и образования «Новоуральска». Традиционно на площади перед КСК пройдет плодово-овощная ярмарка. Подробности о двух днях работы инвестиционного форума и выставки ИНО «Новоуральск-2018» смотрите в программе «Объектив. Итоги в понедельник». А на сегодня у нас все. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Семкин